Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы сегодня собрались все вместе, казалось бы, по случаю личного праздника Патриарха, но на самом деле всякий раз, когда мы собираемся вместе, у нас есть возможность вместе, едиными устами воздохнуть ко Господу, вознести к Нему соборную молитву о самом главном, о том, что потребно сегодня для народа нашего, для Церкви нашей. А нет большей потребности сегодня, чем мир и успокоение междоусобной брани на просторах исторической Руси. Наверное, нет ничего более важного, чтобы оградить сегодня и Отечество наше российское от различного рода наветов и стремлений лишить страну нашу самостоятельности, подлинного суверенитета, способности мыслить так, как желает того наш народ и действовать в соответствии с национальными интересами. Вокруг этих тем сегодня большое напряжение, и все вы, мои дорогие, знаете об этом. Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа. И, конечно, сегодня особая наша молитва о мире, о благополучии и спокойствии в земле русской, о прекращении междоусобной брани, а в разумлении тех наших братьев, которые, движимые темной сторонней силой, работают на разделение тела единого русской православной церкви. Но верим, что сохранится единство церкви и духовное единство всего народа Святой Руси. Потому что мы молимся об этом, работаем для этого, и знаем, что вместе с нами ведь молятся все святые в земле русской просиявшие, все предшествующие нам поколения, в частности, и те поколения, которые проходили через испытания междуусобными браниями, разделениями и гражданскими войнами. У нас там сильные молитвенники, которые также любят наше историческое отечество и молятся о церкви и о народе своем. Сегодня действительно непростые времена, но есть такая хорошая русская пословица «Страшен сон, но милости в Бог». Сон – то, что нереально, то, что по-настоящему не может разрушить жизнь человека. Вот очень многие конфликты на самом деле не обладают силой, чтобы разрушить духовную и национальную жизнь всего народа Святой Руси. Мы знаем, что в прошлом всякое было на Руси, и междоусобные брани, столкновения братьев, разделения единого государства. И вот для того, чтобы не повторилось то, что так драматически ослабило силу Руси и России, мы должны сегодня молиться о единстве всего нашего народа, православного народа, чад Русской Православной Церкви, живущих и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и во многих других странах. Молитва праведника многое может совершить, а молитва Церкви совершить может еще больше. Поэтому я всех вас призываю к молитве за единство исторической Святой Руси, за единство нашей Церкви, за победу над всеми противниками и внешними, и внутренними, которые стремятся использовать сложившиеся политические условия для того, чтобы ослабить, а может быть, и уничтожить Святую Русь. Господь преклоняет милость к нашему народу, как я уже сказал, на протяжении всей истории. Вот мне недавно попала в руки книга, очень интересная. Она не содержит никакого авторского текста, а в ней подборка документов, исторических документов, связанных с началом Великой Отечественной войны. Резолюции Сталина, докладные, которые шли с фронта. Вот то, что реально было, то и отражено в этих документах. И когда я стал вчитываться в эти документы, то при всей осторожности, используемых фраз и выражений, в них было ясное свидетельство о смертельной опасности, которая нависла над Отечеством. Потому что соотношение сил не было в пользу нашей страны. Враг наступал хорошо подготовленный, организованный, победивший пол Европы с полной уверенностью, что он легко и просто от Бреста дойдет до Москвы. И ведь такое мнение врага основывалось на фактах, на аналитике, на разведданных. Но неужели все врали, доносят эти депеши до Берлина? Совсем нет. Мы во многом уступали противнику. Но что же произошло? Уже в первые дни войны враг столкнулся с ожесточенным сопротивлением. И когда никуда-никудышные историки пишут, что армия России побежала, это неправда. Каждый метр противник проходил со своими потерями. И это была любовь народа к своей стране. Несмотря на те испытания и скорби, и репрессии, которые обрушились в предыдущие годы на простых людей. Вот этот опыт, удивительный опыт того, как Церковь, преодолевая какие-то свои личные скорби, молится и отдает свои силы для блага всего народа, я думаю, очень важен и для нас сегодня. И мы также, вне зависимости от того, как кто понимает особенности политической ситуации и того, что происходит в России и вокруг России, мы все, люди православные, должны быть преданы Господу и любить свое Отечество, и если нужно, душу положить за ближних своих, как призывает нас к этому Слово Божие. Я хотел бы сердечно поблагодарить епископат нашей Церкви за единомыслие. Мы сегодня действительно едиными устами и единым сердцем не только во время богослужения прославляем Господа, но мы так работаем вместе на заседаниях Священного Синода, Высшего Церковного Совета, на архиерейских соборах. Каждый имеет возможность высказать свою точку зрения, но в условиях свободной дискуссии, как же дорого то единомыслие, которое сегодня разделяет весь наш епископат, духовенство и верующий народ. И вот в этот день, когда Вы поздравляете меня с этим моим личным днем, я как патриарх отвечаю всем Вам с большой благодарностью, со смирением, со сознанием своего недостоинства, хотел бы в первую очередь эту благодарность соединить с пожеланиями того, чтобы особая молитва сегодня за все наше историческое Отечество простиралась к Господу, дабы Он благодатью Свою сохранил в единстве наш народ или наши народы, как теперь принято говорить, в мире, в любви, в единомыслии. Пусть Господь помогает каждому из Вас, мои дорогие владыки, на своем месте трудиться, действительно не жалея жизни своей. Тот, кто жалеет на архиерейском посту свою жизнь, зарабатывает чаще всего диабет, ожирение и умирает раньше времени. Вот не будет так. Не будет так. Не надо жалеть самих себя. Чем больше отдаем своих сил ближним нашим, церкви нашей, народу нашему, тем больше сил обретаем. И эта закономерность совершенно очевидна. Она доказана жизнью и подвигом самых выдающихся иерархов нашей церкви. Я хотел бы выразить благодарность президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, с которым у патриарха, который в этих контактах с президентом представляет всю церковь, имеется единомыслие по очень важным вопросам современности. Я хотел бы выразить благодарность благодарность президенту и всем властям за те условия, в которых сегодня в Российской Федерации осуществляется служение Русской Православной Церкви, которая, как мы знаете, не только теперь ограничивается стенами храмов, но служение это вышло в мир, в общество, в народ. И церковь активно вовлечена в систему образования, в работу вооруженных сил, во взаимоотношения с нашей интеллигенцией, с миром науки, да, пожалуй, нет ни одного важного направления общественной жизни, где бы церковь не присутствовала и где бы к ней, со стороны народа нашего, не проявлялось внимание и доброе отношение. Это свидетельствует о том, что мы живем в иную эпоху. Мы прошли через конфронтации, гонения, скорбь для христиан России. А сегодня есть такая возможность, активно отталкиваясь от своих христианских убеждений, участвовать в созидании Отечества нашего. Но еще раз хотел бы особенно подчеркнуть важность сохранения единства Русской Православной Церкви. Важность того, чтобы каждый архиерей на своем месте действительно трудился, не щадя живота своего. Чтобы каждый священник, взирая на пример архипасторя, также нес свое служение на приходе. Чтобы каждый монашествующий сознавал свою особую ответственность, силой молитвы и послушанием и подвигом своим поддерживать духовную жизнь народа. И тогда верю, Россия, которая никогда не склонялась ни перед какими противниками, будет непобедимой. Как непобедимой будет вся святая Русь. Молитвами святых угодников Божиих в земле русской просиявшей, да хранит Господь народ наш, Церковь нашу, Отечество наше, и да помогает нам со смирением и дерзновением в молитве продолжать исторический путь наш, который, верю, приведет к целям добрым и спасительным как в этой жизни, так и в жизни будущего века. Аминь. Всех вас благодарю и поздравляю. Спаси Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok